перед нами основание вот этого большого величественного дерева здесь виднеется отложение скорее всего это дом термитов вот это вот отложение но он старый то есть они его покинули ушли глубже в дерево на это указывает еще и то что кора дерева здесь довольно в разрушенном состоянии она разрушается она отслаивается сильно вот тут верхний слой коры весь изъеден скажем так он был изъеден и поэтому стал отшелушиваться как старая кожа на человеке или как кожа змеи при этом вот можно посмотреть вот кусок коры он просто держится он уже не несет никакой влаги он полностью засох вот тут еле-еле держится на более высоком куске и там внизу еле-еле держится но на нем на нем растет и тянет хоть какие-то соки из него может вытягивать вот такая ли она вот ее корень идет вот он разрастается к центру к своему вот от центра вот так вот вот так вот а вот так вот она доросла корешками до периферии и если присмотреться выше по стволу дерева то все оно все оно вот в этой лиане и она уходит выше влево на ветке левее и вот видите какой плотная плотная заросль вот в этом месте видите очень плотные листва много-много мелких веток и все они спускаются вниз вот так вот эта лиана пробралась ближе к воде на оплела дерево и по нему спускается вниз вон там вообще такой прям непроходимый непролазный непросвечиваемый целый узел собрался вот и можно конечно предположить что оно и помогает чем-то деревом вот такое оплетение это лиана но скорее всего оно все-таки носит разрушающий характер по крайней мере тем что тянет из него соки вот ну и конечно самый разрушительный момент здесь это термиты которые поселились в дереве его корнях в его под как под его корой вот и потихонечку тоже подтачивают его силы но несмотря на все это но все еще держится дает нам сень тень корм многим птицам и место для жизни той же ли они и термитом потрясающее дерево